Инвестиционный климат, в отличие от территориального, улучшить реально. Для этого и встретились представители власти с предпринимательским сообществом. Россией тучи непонимания и в диалоге задать верный курс в решении насущных бизнес-проблем. Климат устойчивый, атмосфера деловая. Представители малого и среднего бизнеса на этих встречах в первую очередь впитывают информацию. Какие пути могут помочь избежать катаклизмов и сэкономить где-то средства, где-то время. Сегодня в республике разрабатывается портал, где, во всяком случае, все органы власти региональной и муниципальной сведутся в этот портал. И все проверки вы будете, каждый из предпринимателей, видеть, когда, кто вам придет. Показывают, рассказывают, мы получаем информацию, куда двигаться. Честно говоря, так приятно. Прямо чувствуешь, как отечественную заботу. И легче работать, потому что без информации никуда. Есть, конечно, субсидии денежные, понимаю, но это не меньшая поддержка информационная. Существенно экономят время предпринимателей бизнес-окна в МФЦ. Минуя кабинеты чиновников, бизнесмены оформляют собственность, регистрируют юридические лица, подают заявки на гранты. За прошлый год открыли 8 бизнес-окон. Еще 13 будет создано в 2018. На предпринимателей работает и портал госуслуг. Там предоставляют скидку на регистрацию ИП. Прокачивают свой сайт налоговики. У них самый популярный раздел – проверка контрагента, который позволяет отследить фирмы-однодневки и не заключать сделки с недобросовестными компаниями. Летом прошлого года тоже на аналогичном совещании взяли на себя обязательство. Это обязательство взял на себя наш регион, что в отношении тех налогоплательщиков, кто представляет документы на регистрацию создания юрлица в электронном виде, мы сокращаем сроки регистрации данного юрлица с трех дней, установленных Российской Федерацией, до двух дней. Бурь и негодование по поводу налогов утихли. Уровень сборов не увеличивается уже несколько лет. Все же налоговое бремя тяжкое и отдельные всплески недовольства имеют место быть. С появлением новой патентной системы, которая, казалось бы, должна была облегчить систему ведения бизнеса малого, именно на территории Чувашской республики созданы, скажем так, не совсем хорошие условия. А именно, вот наши соседи, многие, это Нижегородская область, Марийская республика, также хочется отметить и Татарстан, и многие-многие другие субъекты федерации, в этой части приняли дифференцированный подход к системе налогообложения. Если смотреть в совокупности все налоги, собираемые с предпринимателей, заметила Светлана Янилина, поступления в бюджет по сравнению с другими регионами ПФО совсем невысокие. По УСЭЮ, ну сегодня у нас поступление на одного налогоплательщика 14 место среди 14 субъектов ПФО занимаем. То есть это связано с тем, что у нас более режим предусмотренный, льготный, по сравнению с другими регионами ПФО. Сельхоз производителям и фермерам зачастую трудно адаптироваться на рынки и наладить пути сбыта. Эту проблему призван решить деревенский дворик, сеть магазинов, на прилавках которых только местные фермерские продукты. Точки появляются в разных районах Чебоксар, и предприниматели ставят задачу масштабнее – выйти на Россию. Так есть договоренности о поставках чувашской фермерской продукции в Подольск. Сегодня аграрный сектор Российской Федерации сориентирован на экспорт. Птицеводы, свиноводы продают свою продукцию на экспорт, к этому мы тоже должны стремиться. Нам надо ориентировать на экспорт, потому что одно дело российский рынок, он по молочной продукции, то падение, цикл он меняется постоянно, сухое молоко завезли, другое – пятое, десятое. Поэтому аграрный сектор для нас – он приоритет государственной политики. Спрогнозировать неблагоприятные бизнес-явления и создать верный курс по решению насущных проблем. Для этого и нужен прямой диалог. Власти республики заинтересованы в создании выгодных условий для ведения бизнеса в Чувашии. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.